На капоте машины лежал разорванный труп полицейского. Бой! Это, ребят, какой-то next level, это точно. Я хочу больше такой жести! Какой-то, блядь, п***. Что это за история? Если каждая история на этом канале такая, я просто влюблён в него, всё. Всем привет, привет, ребята! Да, это произошло, я нашёл новый канал по страшным анимациям. Вы в это, ребят, точно не поверите. Вишон, вишон, я не понимаю, как ставится ударение, ребят. 13 тысяч подписчиков и очень много анимаций на его канале. Короче, привет тебе, если смотришь это видео. Я не стал выбирать какие-то истории по отдельности. У него есть целый сборник страшных историй. И сегодня мы его с вами посмотрим. Ну и, конечно, если каждый новый зритель подпишется на мой канал, то до нового года мы апнем с вами 900к на моём канале. А я хочу этого очень сильно. Каннибал из чёртова кладбища. Музыка страшная. Всем привет. Привет. Меня зовут Павел. Эта история произошла в 2015 году. В новостных изданиях она известна как Каннибал из чёртова кладбища. Как она с тобой произошла? Мы даже пытались создать своё шоу с тем, как исследуем аномальные места. Но вскоре отказались от этой идеи. Блин, стиль очень сильно похож на Криса, на Персиваль. Возможно, это их сын. Это была шутка. Ну вы сами, ребята, это видите. Мы побывали во многих известных и страшных местах, о которых люди рассказывают жуткие вещи. Классно. В 2013 году нас занесло в Долину Смерти, как её называют. Это кто там? Там стоит самый обычный пень. Только вот люди, которые его видели, сразу пропадали. Пень? Понятное дело, что это враньё самого низкого сорта. Откуда бы про этот пень знали, будь он и вправду таким, как им его описывают. Все места мы уже облазили, подумали, что Долина Смерти будет последней. И что пора бы нормально строить свою карьеру. Долина Смерти. Как же это классно. Дело в том, что на нашего товарища напал медведь. Медведь был небольшим, и он скорее испугался, нежели хотел... О, боже! Все обошлось небольшими царапинами. Что такое? Честно говоря, это было самое страшное за всё время наших вылазок. Мы завязали с этим, и вскоре, благодаря совместным усилиям, открыли своё кафе. Однако, я как-то сидел за столом и читал статьи в интернете через ноутбук. Угу. Они говорили о неком чёртовом кладбище. Якобы там пропадают люди. Там, где пень стоит? Поискав новости в интернете, стало понятно, что это место действительно существует. Угу. Она не только существует, но и забирает людей. Написано, что за последний год с близких посёлков пропало 30 человек. И это написано в интернете в газете? Все ссылается на это чёртово кладбище. Якобы там все пропадают. Это пока жутко очень. На самом деле, там и кладбища нет. Просто так назвали, потому что якобы тела скрыты под землёй. Дээээээм. Надо было съездить и проверить, что же такое. Что происходит там? Всё выглядело очень убедительно. Приехав в близкий посёлок и спросил у местного, как дойти до этого кладбища. И во взгляд стал до ужаса напуган, но вскоре он сказал мне куда идти. Мы раньше спрашивали у людей, как дойти до места У каждого появлялся своего рода страх в глазах Но он был каким-то наигранным, что ли Они сами не верили, а тут все по-другому Эта музыка еще на заднем фоне, она такая классная Хорошо, что я это видео не смотрю ночью Долго оставаться я тут не собирался, уже темнело и пришлось идти в темноте Дойти туда оказалось сложнее, чем я думал Это жутко Еще по пути стало ничего не видно, благо был фонарик Понять, что я на месте, мне помогли деревья Все они были максимально изогнуты Темный лес, изогнутые деревья, ничего особенного Совершенно случайно я посветил фонарем на дерево На котором были красные пятна Ух ты Подойдя ближе, я увидел, что пятна свежие Хорошо, что он не умеет анимировать страшилки Если ты сделаешь коллаборацию с каналом страшилки или криповые истории Это будет жестко, у тебя очень классная история Я уже с первой истории это понял Вскоре стало слышно шаги, они очень быстро Ооо, это каннибал? Я ничего не увидел и шаги пропали Обернувшись обратно, передо мной стояло что-то максимально стрёмное Это маньяк? Что это? Просто такое ощущение, что на нем пришиты куски кожи Ты же его не нарисуешь сейчас? Кистья рук, стоп и ног Рта не видно практически из-за кусков прошитой кожи Ооо, бой Сзади были слышны страшные визги Только по ним я мог определить, догоняют он меня Что происходит? Я видел мерзание полицейской машины Нужно было только добежать Ебать Вы все прекрасно поняли, ребят, что на него нужно точно подписываться Продолжение вы видите в следующем видео Ооо, боже Здесь еще и по частям делятся Хорошо, давай вторую часть Я надеюсь, сейчас будет вторая часть Каннибал Финал Вторая часть, поехали Привет Привет Если вы не видели прошлую историю То есть Ха-ха-ха Это та превьюшка Ё-хо-хо-хо-хо-хо Смотреть смысла нет Так как это прям Боже Что Мой Звуки шагов Петра и визгов того существа Вот как я могу охарактеризовать тот момент Когда я бежал до полицейской машины Мне удалось оторваться, но когда я добежал до машины Полицейских мне не оказалось Двери были открыты Машина заведена А лобовое стекло сильно разбито Вскоре из кустов стали слышны шаги Это похоже на фильм Поворот не туда О боже Нет, 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 нет Ха-ха-ха Тут скриверы должны быть Ничего не оставалось Кроме как бежать к ним Там действительно были двое полицейских Ух ты В хижине Так это же лобовое этого каннибала Зачем ты туда зашел Через минуту стало лить как из ведра Спустя две минуты я услышал крики Короткие по продолжительности О боже Ооо, нет Выйти из хижины я не осмелился Нет Там была лестница на чердак Когда я поднимался, дверь кто-то стал толкать Доски, из которых была дверь, сильно прогибалась В ту же секунду, как я поднялся Был отчетливый звук падения двери Через щель в полу я увидел Как ходит и осматривается эта тварь Это он! Мне достаточно было моргнуть А тот маньяк уже смотрел на меня Так, я ошибался Кажется, он умеет рисовать страшилки Это, ребят, только начало Я надеюсь, вы поставили лайки под этим видео Он был весь в крови Она прямо стекала с него А мы его увидим полностью? Он стал подниматься Медленно Так как вместо рук у него были пришиты ноги Ноги! О боже! При приземлении я упал на тело И осколок стекла насквозь Боже! Ну и мерзость! Особенно, когда я пытался на нее опереться Сирены от полицейской машины все еще мигали А значит, эта машина мой последний шанс По пути я вытащил осколок На капоте машины лежал разорванный труп полицейского Бой! В машине я закрыл все двери Вскоре впереди стало видно приближающегося ко мне убийцу Я стал ехать на него Но тело, которое я сбил, было не убийцы А второго полицейского Блин! Джизус! Что за резня? Стекло было разбито и залито Вау! 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 Когда я понял, кто-то был Сзади меня стало что-то дышать Руки, которые не это делали Очевидно, были того ублюдка В тот момент перерос в злость Пока он не сломал мне шею Я со всей силы нажал на газ И врезался в дерево Из-за чего потерял сознание Очнувшись, с двух сторон от меня Неподвижно висели его руки Чтобы убедиться... Бля! Бля! Это, ребят, какой-то Next Level Это точно Я хочу больше Такой жести Еще и странный поселок Как обычно Ага, ага Ага Воу! Это он? Вау! А кого тогда убил? Что? 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 О, боже! Нет Это конец истории? Это конец истории? Всем привет Меня зовут Питер Привет Что у тебя с глазами, Питер? Какой-то, блядь Нет, что это за история? Если каждая история на этом канале такая Я просто влюблен в него Все Так же, как и мой отец В школе я учился всего 7 лет А после вновь в фермерском О В городе я был всего один раз Но уже через неделю Сильно заболел Что у него с глазами? Интересно, когда мы вернулись Здоровье не заставило себя долго ждать С тех пор желание куда-то выезжать пропало У нас много соседей Каждый из них очень доброжелателен Там зайди к кому-нибудь в гости Голодным уже не выйдешь А совсем наоборот Даже если есть не хочется Зайдя к соседям с глазами С глазами ты уже не выйдешь Оттуда, видимо Единственный человек, который мне не нравился Это шериф Он вечно хмурый Что он тебе как... Только тогда, когда он будет что-нибудь спрашивать Кто с тобой это сделал? У нас тут наша будущая профессия уже определена с твоего рождения Если твой отец или мать работают в кафе То и ты, скорее всего, тоже Мой день проходит в обычной ферме с родителями и с друзьями На ферме я, как правило, делаю это, скажет отец От кормежки животных до работы с молотком, с гвоздями и досками Также мы с отцом загружали мясо и... Уоу! Это анимация? Ух ты Он покупает у нас один и тот же товар раз в месяц для своего магазина в городе Классно Иногда приезжают другие торговцы и так мы и зарабатываем С конца весны и до середины осени мы работаем очень усердно Зимой мы работаем гораздо меньше Для нас это, можно сказать, отпуск А весной начинаем входить в демп работы Хочу отметить, что даже после потери глаз я смог адаптироваться к работе на ферме А как ты глаза-то потерял? Ты нам расскажешь! Как вы уже поняли из моих слов, у нас здесь очень спокойно и мирно Но однажды, рано утром, мы услышали крик нашей пожилой соседки От этого проснулись все, кто только мог Придя туда, я уже видел шерифа и его помощников Бабушка стояла, словно увидела какое-то чудовище Прямо у нее дома обнаружили ее же корову Это что? Подожди-ка, это история про чупакабру? Она была вся изодрана Все подумали, что это сделал хищник Да Но вот корова влетела в дом через окно, которое разбило Ёб А, это оборотень? Днем мы с друзьями отправились в лес Там есть одна старая заброшенная лесопилка Все понятно, короче, он там живет Эта история максимально трэшовая И они прям не нравятся Знаете, тут думать не надо вообще Возможно, это что-то прячется там И вдруг нам получится что-нибудь найти Его найти получится, который с вами то же самое сделает Блин, что это такое? Так, история начинает набирать обороты, гайз Лицо было замотано старыми грязными бинтами Так, классно, круто Отверстие с ртом, откуда текла кровь Одежду я не совсем успел рассмотреть Так как эта тварь с безумной скоростью набросилась на меня Я упал на первый этаж, после чего она выкинула меня во дверь на улицу Слушайте, если бы такие истории делали Крис и Персиваль Блин, сыны бы им не было, серьезно Я думал, уже все кончилось и меня она больше не тронет Но нет С той же скоростью эта тварь подбежала Я, кто это вообще? А после резко вытащила вместе с глазами В ту же секунду О боже Это шериф Шериф сделал тот выстрел прямо в эту тварь Вскоре полиция приехала и забрала тело Что это было? Такие не узнали, что это было Но, возможно, если бы не я, то у шерифа не получилось бы выстрелить в нее В этих историях вообще хоть что-то известно Есть какие-то подробности Всем, видимо, насрать полностью Кто это был, зачем это был, вообще непонятно Но смотреть это почему-то интересно Так что я тешу себя надеждой, что это было не напрасно И все, это конец! Это конец! Нечто в окне Привет, Саша Мне 17 лет и за все это время я могу вспомнить как минимум 5 историй Которые произошли со мной, которые трудно объяснить Так, хорошо От страшного лица в дверном прояме До монстра, которого я не только увидел в окне Все началось утром в пятницу Как-то, ребят, быстро все это происходит Я даже реагировать не успеваю Я собирался в школу, а родители сказали, что уедут на выходные к бабушке Целые выходные, один дома Делай, что хочешь Один дома, это классно В общем, новости для меня были хорошими Идя со школы домой, я случайно взялся И заметил мужчину в черной одежде Так, это кто еще такой? Я со школы домой, я случайно обернулся И заметил мужчину в черной одежде Ты кто еще такой? Лица было не видно за капюшоном Ведь действительно был не самым приятным Особенно учитывая то, что на улице жара А он весь в черном Он стоял там, где в нашем окне с кухни Видно ту местность Родители еще были дома Придя на кухню за едой, я решил посмотреть Стоит ли еще Бля, у меня тут музыки, ребят, страшно Ей-богу! Меня больше музыка пугает, чем сама история Еще там тот человек Но нет, его не было В пять часов вечера родители уехали И первым делом я пошел в магазин Купить колу у чипсов Выйдя из подъезда Это самое первое, что делают люди в такое время Который был гораздо дальше Когда я все купил и пришел домой Прошло еще полчаса Налив стакан колы Я принялся высыпать чипсы в тарелку Так До ночи я просидел, играя с друзьями в онлайн-играх Как же мне это напоминает страшилки С канала страшилки от Эрики Эрика, пожалуйста, возроди этот канал Как же я скучаю, ребят, по этому каналу Вы бы знали После чего лег спать Проснулся уже ближе к вечеру Примерно часов в девять Так, хорошо Я обнаружил, что моего телефона нигде нет Пришел... Кто-то, кто-то у тебя дома Я пытался вспомнить, где же он мог быть Ведь еще вчера перед сном им пользовался Его украли Вспомнить, мои ноги привели меня на кухню Знаю, что телефона там точно нет Я посмотрел в окно И затем посмотрел на площадку Там тот мужик Мужик стоял Вау Офигенная картинка Мне ничего не оставалось, как выбежать на улицу Постоять за себя я могу И уж тем более против какого-то психа Выйдя из подъезда, его уже не было На улице было темно и сложно что-то разглядеть А он такой сзади БАУ Вернувшись, я закрыл дверь и сел за комп И в ту же секунду мне постучали в дверь На всякий случай я взял клюшку и пошел к двери Открывать дверь мне даже не пришлось Мой телефон лежал прямо у моих кроссовок То есть он спокойно проник в твой дом Я правильно понимаю? Когда я его разблокировал, была открыта галерея Вау А в ней видео Селфи? Нечто стоит прямо передо мной В тот момент, когда я смотрел на того урода в капюшоне Иоу Иоу Съемка перед моим лицом За окном, словно кто-то парил в воздухе Я в тот момент никого не видел После просмотра видео пропало Спокойно спать я не мог Вроде бы все закончилось Прошло уже несколько недель И больше ничего не происходило Если бы в такие истории добавить еще и скримеров Это было бы очень страшно Я не могу это представить, ребят Но я сильно ошибался И скоро вы узнаете почему Подожди, это первая часть была? Это была первая часть? Давай вторую Всем привет, меня зовут Майкл, мне 45 лет What the fuck? Подожди, у этой истории не было продолжения? Всем привет Привет Привет, Майкл Старик В семье у меня, можно сказать, нет Жена ушла от меня три года назад вместе с сыном Я писатель От собственных книг до статей для игровых сайтов Собственно, книги у меня никогда хорошо не продавались Все с этим настолько плохо, что чтобы облатить алименты и квартиру Приходится писать для сайтов К тому же, после ухода семьи на меня навылился творческий кризис Ни разу за последние года я не мог сесть с вдохновлением Жалко мужика Каждый вечер я не отказываюсь себе в паре рюмок водки С куском мяса из супермаркета Дерьмо Под очередной жаркой мяса я оставил кусок на кухонном столе и отошел в ванну Побыв там минут 10, случилось кое-что странное Что? Сначала я услышал звук, похожий на какую-то слизь И вместе с этим один четкий шлепок Как будто на пол упало что-то скользкое, мягкое и очень слизистое Смотрев квартиру я пошел на кухню Там я видел отсутствие моего мяса и это было не самое страшное Весь пол был в зеленой слизи Я принялся звонить в полицию Это привидение из фильма Охотники за привидениями? Что это такое вообще? В первый раз такое вижу По их приезду слизь уже пропала Словно впиталась в пол Как всегда, во всех историях одно и то же Мясо кажется очень глупым Но что поделать Внимательно выслушав Эта тварь любит мясо Сказав, что ситуация довольно нетипичная Они посоветовали сменить замки Закрывать все окна и тщательно следить за своим жилищем А затем ушли, пожелав удачи Я, конечно же, прислушался к советам Сделал все для того, чтобы попасть внутрь незнакомцам Было невозможно А вот уже прошел месяц и ничего меня не тревожило Но однажды ночью я опять услышал этот звук В этот раз он был гораздо противнее Мой мозг даже пытался отрицать тот факт, что я опять его слышу Немедленно я позвонил в панель Что за тварь? Я не понимаю Там-то я увидел это О! Зеленая, хвостная Что это такое? Знаете, на кого он похож? На ящера из Человека-паука Слизкая Каждое движение этой мерзости сопровождалось звуками слизи Вау! Ты меня удивил, чел Подняв свою голову, я увидел, что под ней чье-то тело Она его принесла прямо у меня на кухне Эта мерзость прыгнула на меня и столкнулась с ног Кого она поедала там? Я сильно ударился головой об стенку и упал Чудовище было сверху посмотреть в белые глаза этого существа она собралась меня поедать как того бедолагу на кухне найдено останки сотни человек меня щас тошнит эта история который якобы пропали без вести это мерзис устроила там себе жилища и многие годы жила там мне ничего про него не рассказали взамен помогли с новой квартирой они сделали все же ужас какой ребят когда мне удалось прийти в себя я написал целых пять частей книг по этим событиям сама мерзость вау вау произошел превратил мою жизнь в сказку это была бы офигенная реклама книги просто представьте короче ребят такая хрень здесь осталась еще одна история но я не могу уже ее посмотреть у меня живот болит от этих слезняков всяких я оставлю ссылку в описании переходите подписывайтесь на этот канал потрясающие истории ставьте лайки под его видосами не забудьте лайки под моим видео тоже поздавить не забывай про 900 к до нового года подписывайся если ты впервые видишь это видео но меня зовут рома я не прощаюсь с вами увидимся завтра на новом